Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня уже четвертая серия по МТА, сервер CCD Planet номер 5 и опять мы ребятки стоим около автошколы. Как я уже вам и говорил, следующая наша работа, которую мы попробуем, это автобусник. Итак, давайте во-первых сдадим на права, так же как и в прошлый раз, и затем уже приступим к работе. Так, нам получается она на пассажирский транспорт. Остается у нас только мототранспорт, то есть на мотоцикл. О, он кстати бесплатный, ништяк. Потом возможно мы его сдадим. Так, давайте здесь что у нас? В принципе правила одни и те же везде, да? Далее вот такой нам автобус. Это по-моему, если не ошибаюсь, электроавтобус Volvo, который типа работает на электричестве. Итак, погнали. Тот же самый маршрут, что и на КамАЗе мы приезжали, да, для дальнобоя. Давайте попробуем сейчас это все быстренько проехать, то есть пофигу на повреждения, потому что я как уже говорил в прошлой серии, это не обязательно здесь проходить все прям идеально. А, кстати, даже машины не заменены здесь, то есть мы будем парковаться около Татаринов, около КамАЗов. И еще, ребят, я в интернете посмотрел. Теперь самая выгодная работа это не дальнобойщики, к сожалению. После обновления, так как я уже говорил, что я играл где-то около 10 месяцев назад, и самая выгодная работа была в то время, это были дальнобойщики. Сейчас, к сожалению, ну или к счастью, я не знаю, теперь стала выгодная работа, ребят, автобусники. Поэтому я сейчас прям долго не затягиваю, сразу же сейчас поеду, и попробуем мы защитить, сколько же можно заработать за рейс, сколько на это уйдет времени, сколько мы заработаем в общем, например, там, ну, возьмем за час, да? Странно, почему мы здесь параллельную парковку не делаем, какой-то бак, видимо. Все, теперь еще быстренько едем в город, как обычно. Ага, нитры здесь тоже есть. Катаемся по городу, и, собственно, приступаем уже к работе. Сейчас посмотрим, как у нас эта работа, сколько мы сможем заработать. И уже, ребят, точно в следующей серии, я вот сейчас поработаю на автобусе, поднакоплю денежат, и в следующей серии мы уже точно покупаем свою машину. Наконец-то, потому что я уже устал просто на этом скутере ездить, просто на нем невозможно. Пытаешься кого-то попросить, чтобы подвезли, но мало кто останавливается. Ну, просто я у него еще уехал в ЛВЖ, мы в прошлой серии катались на дальнобое. Так, я не проехал, уже ничего. Стоп, а куда? Ага, все верно. Катался на дальнобое, вот с ЛВЖ, ты едешь на скутере, блин, это вообще, конечно, тупость. Поэтому надо прям максимально быстро покупать машины, и уже получается в пятой серии. О, кстати, фига, у нас номерочки. Нормальный автобус на попался на трех ольгах, 797-й регион, новый. Нормально, короче, блатной автобус такой. Все это, ребят, в принципе, что я сейчас пока так же по классике ухожу на паузу, дабы вас сильно не так не загружать, и уже приступим к работе потом, как я закончу, и получу права. Итак, ребят, подъезжаю уже я к автошколе. Маршрут был довольно-таки долгий, наверное, самый длинный маршрут был из всех маршрутов, то есть на грузовой транспорт был длиннейший, чем на легковой. А вот на автобуснике вообще, наверное, минут 10 катался. Хорошо, что я ушел на паузу, иначе вы просто устали бы ждать, пока я сдам на права. Там меня завели в такую штуку, я вообще офигел. Все, ребят, наконец-то мы сдали на автобус. Отлично, давайте, я предлагаю, пока мы здесь, в автошколе, чтобы больше сюда уже не возвращаться, чтобы больше не начинать серию здесь, предлагаю также сдать на мототранспорт. Как раз экзамен бесплатный. Так, мы сдаем на Яве, да, по-моему. А, это Иш, на Иш-Юпитер-5, да? Да, Иш-Юпитер-5. Блюк, кстати, мотоцикл довольно-таки прикольный. Сейчас, о, нифига, здесь даже своя есть площадочка, вот я не видел даже прикольно. Ого, довольно-таки сложная даже. То есть, это получается восьмерка. Опа, сбил. Ничего вроде не написали в чате, надеюсь, ничего такого нету. Так что я сбил. Довольно-таки тяжело пройти здесь, вот это уже будет поинтереснее. Надеюсь, нас в город не поведут. Я уже что-то устал по городу ездить на права сдавать. Хочется просто сдать автодром, и все. Так. Но я думаю, все равно нас в город отведут сейчас. А, нет, теперь вот этот автодром, да? Так, это уже пошел на легковой транспорт. В дальнейшем, в любом случае, будем покупать, ребят, мотоцикл. Так как у меня в ряле тоже есть свой мотоцикл, и я немного по ним прикалываюсь. То есть, мне нравятся мотоциклы. Выберем какой-нибудь классный мотоцикл, но это позже, после машины. Так. Сейчас, давайте, ребят, пока я уйду на паузу, пока вот сейчас сдам. То есть, вернемся, как я уже сдам, полностью на права. Все, ребят, подъезжаю уже я к автошколе. Все. Все, сдали на мототранспорт. Кстати, довольно-таки интересный маршрут. Больше всего мне понравился. По таким, прям, всяким разным буеракам, там, блин, опять меня скутер залагал, кстати, я не знаю, что за проблема. По всяким буеракам меня там маршрут сделали. Довезете, довезете до автобуса СФ. Сейчас, может, пацаны подкинут, что-то у меня забагал самопед. О, ништяк, как раз довезут. Спасибо. Все, сейчас долетаем быстренько до автобусников СФ. Это около больнички там. И все. И там уже, давайте, ребят, встретимся тогда. Все, ребят, пацанинок подкинул. Подкинул у нас до места. Накинем он на Бенц. На Бенц. Тысячу рублей. В принципе, пойдет на Жигули. Все. Теперь давайте, ребята, вот я посоветовал с пацанами. И надо выбирать здесь либо третий маршрут, либо четвертый. Говорят, что лучше четвертый. Но типа третий тоже нормальный. Давайте попробуем четвертый тогда. Так, какой нам автобус дадут? Ага, на том же, на котором мы сдавали на права. Я не знаю, есть ли здесь отличия в автобусах. Наверное, здесь все одинаково. И так, давайте, кстати, я хотел засечь по времени. И так, все, погнали. Сколько же у нас выйдет за рейс денег? Так. Что-то я не пойму. Это что, нам надо сразу туда ехать, что ли? Так. Ага, вот, вижу маркер. Так, летим туда. Надо, кстати, сразу посмотреть, есть ли тут камера на маршруте. Если нет, то будет вообще отлично. То есть можно летать. Так, это сколько тут ограничитель? Ага, здесь отмечены, получается, только остановки. Хорошо, что коллизию убрали. То есть коллизии нет. Потому что я помню, когда дальнобойщиком я работал, было время, что все друг к другу врезались, там сбивали. Как раз у меня даже это есть на серии, когда нас сбивали легковые на... Ой, я думал, это мне сейчас она остановится автоматически, что-то нифига. По пути на рублевку, вот там сбивали машины, типа. А сейчас даже никто не мешает, работаешь все спокойно, вообще хорошо. Так, тем временем, почти прошла уже минута. Сейчас проедем полностью весь маршрут, я вам скажу, заработок и, в принципе, на этом закончим. Сейчас быстренько долетим. Номера у нас попались обычные. Кстати, уже такие же на желтом фоне, то есть коммерческие номера. До этого у нас в автошколе были обычные номера. Так, тормозим. Так, сколько на остановке, интересно, стоит? Секунд пять, наверное. Четыре-пять секунд, я думаю, на остановке стоит. А дальше, в принципе, летим. Ну, кстати, здесь нет ограничителя. Так, вот сюда, походу, да? А то в автошколе, когда я ездил, вот сейчас было ограничитель 80. Так. И, о, раз, два, три, четыре. Даже меньше, наверное, пяти секунд, секунда три, реально. Это хорошо. Летим. Так, кстати, я фары забыл включить. Кстати, кто, ребят, знает, еще какие-нибудь красивые ENB для скринов? Вот, мне надо. Посоветуйте. Блин, надо было свернуть нам, е-мое. О, здесь можно спуститься. Какие-нибудь красивые такие ENB, можно прям для мощных ПК, типа, просто мне чисто для скринов надо. Чтоб не просто играть, а чисто для скринов. Желательно название, и чтобы самое главное подходило на последнюю версию MTA, это 1.57. Это самое главное, потому что я что-то искал, там только на 1.55, на 1.56, а вот на 1.57, может быть, их пока еще и нет, вот это я не знаю. Так, ну первый раз, я думаю, можно от первого раза отнимать сразу секунд 15, потому что трассу, я не знаю, где-то я пролетал. То есть, если прям превращаться к этой трассе, я думаю, вот сейчас какое время нас получится, даже может секунд 15-30 можно отнимать, потому что я так особо это не тороплюсь, плюс трассу, я не знаю. Тем временем, у нас прошло уже почти три минутки, почти три минутки, но я не знаю, где это середина маршрута или где это. А, ну вот рядом с больничкой уже, это хорошо. Ну, я думаю, сейчас мы еще на базу не поедем, потому что маршрут мне сказали, что примерно около 7 минут длится. Так, стоим. Куда дальше нам интересно, направо, налево? Ага, налево. Погнали налево. Это получается вот теперь сюда направо. Немножко пролагало, что ли, из-за того, что, видать, скопление народу, что ли. Кстати, сколько у нас сейчас, интересно, здесь людей? 173 из 500. Ну, нормально. О, на аукционе много народу. Кстати, я уже был на аукционе, смотрел, какие машины есть, почем, почем продают. Я не знаю, я думаю, что будем покупать, наверное, машину сыновья. То есть на аукционе не будем покупать. Блин, здесь немножко в этом месте пролагивает, конечно. Так, прямо. Потому что первая машина, в принципе, она стоит копейки. Я не буду сразу покупать там какую-то, там, очень дорогую машину, там, самую дешевую, в принципе, купим. Я уже знаю, какую, я не буду пока раскрывать секрет. Кто догадается, в принципе, тому поставлю лайк на комментарий. Кто-то напишет коммент под этим видео. Тем самым у нас уже прошло 4 минуты, ребят. Мы около полицейского департамента. Он, смотрите, продает BMW M5 за 500к. Это какой кузов, интересно. Наверное, 60-е, 60-е или нет? Не, я 60-е, наверное, слишком дешево. За 500к. Пока я по ценам тоже особо не очень хорошо ориентируюсь. Надо будет посмотреть на аукционе прям побольше машин. Но со временем, я думаю, привыкну и уже ценники буду узнать примерно. Либо 34-ка. Не, 60-е кузов, наверное, не может же 500к стоить. Я думаю, что это какая-то 34-ка или около того, или 39-ка какая-нибудь. Это, я думаю, нормально за 500к будет. Так, вот, смотрите, у других почему-то другое. Чем они, интересно, отличаются, какой лучше, пока непонятно. Так, следующее у нас сюда едем. Летим, летим. Ориентируемся на 7 минут. Через 7 минут мы должны уже быть на базе примерно. Интересно, сколько же тут можно заработать? Ой, очень упал денежек за час. Если сейчас поработать часочек, можно ли заработать уже прям на нормальную первую машину? Типа, стюнингом там, каким я захочу. И так далее. Так, сейчас я вам прям полностью маршрут покажу. Прокатимся. Вот человек тоже, походу, по этому маршруту. Смотрите, у меня другой автобус. Походу, два вида автобуса. Вот этот вот. О, кстати, у нас Бенц потихонечку начинает кончаться. Хотя здесь не Бенц. Здесь вот написано Electricity, типа электрический. Я фиг вообще знает, как заправлять электромобили. Типа, я видел тут Тесла есть. Я не знаю, как они ее заправляют. Типа, на заправке или как? Так, притормаживаем. Так, это мы уже направляемся. Ага, вот сюда. Вот, в принципе, видно, что человек уже знает маршрут. Можно будет с ним еще пообщаться. А ну, хотя, что с ним общаться, если он едет по этому же маршруту. Если бы он ехал по-другому, можно было бы узнать. Так, у нас с ним заезд, короче, сгоночка. А, нифига, это мэр, что ли? У него значок Mercedes. Это вот какой-то, типа, фиг знает. Лиас или как они там УАЗ. Не, УАЗ, это другое. Как, короче, как-то там, что-то там. Я думаю, вы поняли про что я говорю. Блин, нормально, кстати, так шпарит. Так, вот е-60-ый кузов. Но я не думаю, что она 500-ка стоит. Ну, он срезает. Видно, что маршрут знает. И там, и так у нас уже, ребят, прошло 6-20. 6-20. Должны уже, в принципе, к 7 минутам уже быть на базе. Посмотрим, сколько же нам денежек дадут. Должно здесь вообще выходить больше, чем на дальнобое. Потому что на дальнобое сейчас убрали вот эти вот надбавки. Там 20%, по-моему, были надбавки. Их сейчас убрали. И за это сейчас заработка стала хуже там. Так. Уже, походу, доправляемся в сторону базы. Тем самым у нас 7 минут прошло. Но я думаю, я говорю, вот, как я уже сказал, то, что первый раз я буду долго ехать. В принципе, можно 30 секунд смело отнимать. Потому что этот, в принципе, маршрут можно надрочить. И прям уже нормально так на нем кататься. Сейчас я вам общее скажу, за который я проехал первый раз. И потом отнимем 30 секунд уже. Ну, хотя нет, в принципе, этот парень тоже едет, как бы, ну, видно, что он знает. Мне кажется, маршрут не первый раз едет. И мы, в принципе, ем с ним плюс-минус одинаково. Самое главное, что у нас без, блин, не закончился до того, пока мы доедем. Да, мы, в принципе, одинаково. Но там я пролетел остановку один раз. Прошу прощения. Так, теперь нам очень надо. Пролетел, блин. Ну, да, видите, где-то там я первичью иду, иду где-то вон там первые. Итого уже почти 8 минут, ребят. Думал, что быстрее, за 7, но нет, уже 8. Тейк-тейк-тейк. Все, уже подъезжаем. Последняя, наверное, остановка это. О, все, секундомер, стоп. Итак, ровно 8 минут у нас получилось. Заработали я 46165. То есть, это примерно, если 8 минут. Сейчас я на калькулятор включу. 60 поделим на 8. Еще поделилось. Это 7,5 рейсов можно сделать. Умножим на 46 тысяч. Итого, ребят, 345 тысяч можно поднять. Примерно. Это примерно. Возможно, даже больше, если... Это я посчитал по времени, по которому я сейчас проехал. То есть, первый раз. Я думаю, что, в принципе, минуту можно будет отнимать. Смело. И где-то у нас будет рейсов побольше. То есть, это будет 60, например, на 7 минут. Это 8,5 рейсов уже. И умножить на 46 тысяч. Это будет почти 400к, ребят. Ну, в общем, такая вот работка. За час примерно можно заработать 400 тысяч. Я считаю, что это неплохо. Сейчас будем работать на ней и зарабатывать на нашу первую машину. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачки и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok